Приветствую вас и действительно у вас имеются комплексы. Комплекс это ситуация, которую я нашла с вами, как правило, в детстве и неумение заявлять о том, что вас не выстраивает, кроется в отношениях с родителями. То есть именно родители приучили вас к тому, чтобы вы мирились с тем, что вам не нравится. Именно они поспособствовали этому, и именно там кроется корень проблем и ее причин. И именно преработка ваших родительских отношений поможет вам эту проблему решить с внутренней стороны. Но есть еще и внешняя сторона. Сторона связанная с привычки к определенному поведению. Сторона связанная с определенной ситуацией, которую вы создаете благодаря такому поведению. и это тоже нуждается в изменениях. Потому что, если вы, допустим, решите проблему внутреннюю, это не исправит проблему внешнюю, к сожалению. А ее исправит внутреннюю. И для этого необходимо понять, что вам не хватает ощущения в себя равных. Вам не хватает самого ошейника, вам не хватает самооценки, вам не хватает чувства достоинства. Как этого всего добиваться? Для начала необходимо лично для себя определить, что, по-вашему, делает вас хуже других. Почему вы считаете себя менее достойным, чем другие? Почему вы считаете себя более худшим человеком? И эти моменты, вот эти причины, устранить. Далее перед собой необходимо ставить задачи, которые образуют цель. И этих задач добиваться. Добиваться самостоятельно и с помощью других людей. Чтобы чувствовать, что вы можете это сделать. Чтобы чувствовать, что вы способны на что-то. Чтобы ощущать веру в себя. И постепенно, постепенно вы убедитесь в том, отчасти благодаря своей реакции, своей радости на то, что вы чего-то добили. Отчасти реакции окружающих. Чтобы вы убедитесь в том, что вы достойны. Что вы так недостойны всего, что имеют другие люди. Только за это нужно бороться. Дальше стоит сказать про общественное мнение. Это в том, что вы не умеете говорить о себе еще и потому, что вероятно опасаетесь осуждения. Опасаетесь того, что вам скажут люди. Что вы не правы. Что вы не имеете на то или иное право, например. Что вы просите больше, чем нужно и так далее. И этот момент, также необходимо для себя понимать. Почему, скажем, ваш начальник не платил на большую зарплату? Почему ему было проще вас уволить, ну то есть власть на увольнике, чем постараться вас одержать? Вы думаете, начальник не знал, что вы хотите больше зарплаты? Конечно, он знал. Как и любой хороший руководитель. Но ему было проще вас уволить, чтобы нанять другого сотрудника, который работал бы за те же действия, что его. И отсюда не сложно догадаться, что общественное мнение исходит из того, что выгодно обществу, что ему ближе, что ему приятно. В данном случае ущерб вашим интересам. И необходимо понять, что свои собственные интересы лучше вас никто не защитит. И никто не будет их защищать, если вы не начнете делать это самостоятельно. Потому что люди вокруг склонны думать так. Если человек позволяет себя унижать, то я буду унижать его тоже. Если человек не позволяет это делать, то я буду ему защищаться и буду также его уважать. И если вы думаете, что кто-то в один прекрасный момент оценит вас по достоинству и начнет относиться к вам так, как вы того заслуживаете сами для себя, то вы ошибаетесь. Это очень редкие люди в нашем мире и в наше время, относятся к людям так, как они к себе не относятся. Те, кто умеет увидеть человека, кто хочет его увидеть, но таких людей мало. Поэтому вам необходимо, что настоятельно о себе заявлять. Как? Сначала сформируйте свои желания. Желание – это собирательное. Собирательное, понятно. Чего вы хотите. Далее, подумайте вот о чем. Вредят ли ваши желания другим людям? Несут ли они им откровенный вред? Вот вы перечисляете следующее. Прибавка к зарплате. Значит, вмешательства в ваши дела родственников мужа и так далее. Вот, как вы думаете, если вы у начальника попросили бы зарплату, вы им им навредили? Конечно нет. Если вы скажете родственникам мужа, чтобы они не вмешивались в вашу жизнь, вы им навредите? Конечно нет. Что вы делаете? Вы защитите свои интересы. И об этом надо всегда думать. Что если вот то, чего вы хотите для вас с вами, если это не вредит другим людям, то это имеет полное право на существование. И от этого нельзя от неких слов, от этого нельзя отталкиваться, отмахиваться. Наоборот, это то, что делает вас самой собой. Если вы будете это игнорировать, то, соответственно, вы будете терять себя. И чем дальше, тем, к сожалению, больше. Поэтому, если хотите избавиться от этих комплексов, то вы не работаете в некоторых направлениях. И, возможно, в одном направлении вам потребуется работа со специальностью, чтобы понять, какие именно отношения с родителями остались генераторами вот этих вот комплексов, которые у вас сейчас имеются. И откуда пошло ваша направленность на именно такой тип выведения. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего дня.